Добрый вечер! Добрый вечер! Валерия. 36 лет. Прожила 17 лет в законном браке с известным музыкантом. Родила от него четверых детей, а полгода назад развелась. Валерия работала на радио. Сейчас пишет книгу и статьи для глянцевых журналов. Увлекается фотографией и дизайном ювелирных украшений. Мечтает приобрести картину Ван Гога. Предупреждает, что очень громко смеется. Валерию привлекают творческие личности и мужчины с медицинским образованием. А также обладатели тонкого чувства юмора, красивых рук и актуальных татуировок. Она с удовольствием посоревнуется в остроумии с увлеченным мужчиной, который сумеет ее удивить. И только после этого всерьез рассмотрит его кандидатуру на роль нового спутника жизни. А вы всегда были такой вот подсанистой? Боюсь произносить эту фразу, да. Но сказала бы тоже, да, все время была такой подсанистой. То есть когда вы заходили, ну что мы будем сейчас ходить кругами, кто тот самый загадочный, с кем 17 лет, известный музыкант? Владимир Крестовский. Понятно. То есть вы женились рано? 18 лет. А ему сколько было? 20. Ему было 20. А кто это? Это так... В русских кругах. И брак был по любви, вы были молодые, дерзкие. Да. Да, и договорились жить долго и счастливо. Ну, как бы мы решили, что, в общем, поживем, пока потом посмотрим, ну а потом через год говорили. Скажите, откуда вот такая заниженная самооценка? Он ведь вам изменил буквально во время свадьбы, ну просто в ближайшее время. Ну, да, было такое, да. Ну ведь любовь, молодость и любовь. Опять твой типаж, по-моему. Он клялся, божился, что больше так не будет? Ну, конечно. Потому что он тоже сошел с ума. Да. Скажите, а как он это объяснил? Вот почему? По любви женится, опять же, не позалет, никто его не принуждает. Ну вот как-то ведь вот все время есть дома скучно. Иногда хочется сходить в ресторан и попробовать, что дают. Да. Такое бывает. Ты как? Порядочный у нас мужчина-то? А, у порядочных все по порядку, на самом деле, да? И вот, чтобы ему не было скучно, вы решили ему нарожать кучу детей. Он умолял вас на коленях, Лера, ради, ради? Или это был ваш выбор? Первые двое детей, это было по обоюдному согласию, запланированные дети. Нет, просил прям, Лерка, ради, вот, люблю, так хочу, у тебя продолжение. У нас такой равноправный был брак. Или вы сказали, так, я хочу ребенка, он говорит, ну, хочешь рожай? Давай родим, как бы, но это было обоюдно от него, скорее даже. Нам, наверное, да, нужно. А вот третий, четвертый? А третий, четвертый, знаете, это вот какая-то... Что-то случилось со мной, видимо, я как-то забыла, как предохраняться, и как-то мы вот встретились с ним, и вот... Вот знаешь, Лариса, когда вот я, ну, у тебя разница между детьми большая, а у меня маленькие, там, два года, у меня было такое ощущение, что если третий будет, и третий. А если четвертый, я вот в этих кормлениях... В процессе, в процессе, да. Вот она выбрала себе роль матери, она рожает, от любимого мужчины, у нее прекрасная семья, и все. Но в какое-то время муж тоже становится ребенком, один из них. Да. Слушай, ну, я не против четырех детей, на самом деле, ну, я умею с ними обращаться. Мы рожали, рожали, рожали. И дорожалось. И думали, что вот как я ему клюва, я ему какую прекрасную жизнь создаю. А мужчине нет, тем более творческий. Вы из деревни уехали со скольки детьми сюда в Москву в одночасье, собравшись? С двумя. С двумя детьми. Вы приехали сюда в Москву, глаз в раскоряку, какая красота, какая чистота, да? Все сияет, сверкает, и муж звезда. А как бы стресс муж из человека, который вот тринкает на гитаре в семейных трусах, превращается в публичного человека. Сань, ну, зеленоглазые дамы меня возбуждают, кстати. Мне кажется, они зеленые, по-моему, глаза, да? Ну, скажите, вот когда вы первый раз подняли трубку и услышали там странный женский голос, как будто бы журналистка, сколько детей уже было? Четверо? Нет, все еще двое детей. И он как оглашенный вдруг стал орать, зачем ты берешь, комеешь? Я взяла трубку, его, как бы телефон, и девушка спросила просто насчет интервью. Я сказала, что его нет, как обычно, в общем, это было все время. Но он когда пришел, узнал, что я брала телефон и вообще дотрагивалась, был, конечно, вот мне были зачитаны права, что никогда в этой жизни больше я к телефону, к сотовому не прикасаюсь. И какие чувства вы испытывали? Что тревога, сразу подозрения? Вы знаете, я вообще, когда переехала сюда, у меня была постоянная тревога и постоянное подозрение. Потому что я сижу дома с детьми, а человек, который стал, ну, все-таки довольно быстро публичным человеком, для меня это произошло быстро. И мужчины, которые становятся вот так вот в одночасье звездами, они как преступники, они сразу хотят оторвать то, что было, отрезать то, что было раньше, то, что напоминало о коммуналке, о хрущевке, о безденежье, о семейных трусах, о непризнании. Понимаете, хочется новую прекрасную жизнь, звездную. Да, так и есть. Так и случилось, собственно говоря, в итоге. Смотри, самодостаточная женщина, красивая, молодец. Вы уже одной не останетесь никогда. Дети, внуки, ну, то есть у вас, да, он еще... Меня много, в любом случае. Да, да. А у вас четыре девчонки. Четыре девочки. Скажите, ну, общается? Конечно. Он общается с девчонками? Он общается, он их отец, он полностью их содержит, это все, слава богу, да. Как он вам объявил о том, что там появилось? Это иногда не надо объявлять, это иногда, понятно, становится по каким-то фразам, по взглядам. Это все понятно, конечно. Реально, мне кажется, очень много разговоров о детях, и о самой мадемуазель как-то практически не говорят. Сегодня, значит, с женой еду в отпуск, и с детьми. Любовница знает, где ее место. Он ей объявляет, что я никогда не брошу свою с четырьмя, поэтому, если тебя устраивает вот такая роль любовницы. В вашем-то случае произошло... В нашем случае, на самом деле, какое-то время так и тянулось, и я это понимала, но нужно же поймать, ведь все-таки не пойман, не вор. А вам хотелось? Мне в какой-то момент хотелось, да. И он сказал, люблю, не могу? Да, сказал, люблю, не могу. Ой, да видела я это, люблю, не могу. Очередная, как говорится, эти модельки-то, господи. И вот, когда он вам объявил, вот, ваша реакция какая была? Вам на этот момент было легче без него уже? Надоелся своими, да? Уже хотелось прямо услышать, что да, все вот так, и уже решить это все, потому что это невозможно. Жить в таком вот все время каком-то напряжении очень тяжело. И он просто сказал, давай мы уже вот сейчас вот здесь вот на веранде на нашей прекрасной все решим, и будем действовать согласно уже какому-то плану. Мне просто уже надоело вот этот нестабильный, знаешь, мне хочется реально тепла, доброты. Чтоб со мной был человек все время рядом. Он сейчас с ней? О, да. А не было желания с ней встретиться? Мы встречались. И что? Я ходила в гости на чай с молоком. Зачем? Владимир Евгеньевич сказал, что вообще скоро как бы вот лето, и вот весна надо бы сажать. Ну, надо бы как-то вот женщин познакомить, мы поедем же на дачу. Ну, что-то как-то вот это будет напряжение какое-то. Давайте познакомим их уже, и все, и поедем растить огурцы. Все вместе. Все вместе, конечно. И будет вместе сажать картошку, да, и колорадского жука обирать. Она ей, да, колорадского жука, та и его, как бы это. Да, так и было. Поэтому я поехала в гости, они меня пригласили, я приехала, мне налили чаю, показали дом. Она, ну, как-то... А чей дом-то? Владимира Евгеньевича, новой, молодых. Сердце не развалось, Вер? Ой. Нет. Все уже, можно захохатывать эту ситуацию сколько угодно. Сердце не лопнуло, вот я представляю, бедная девочка. Оно чуть было не лопнуло до этой судьбоносной встречи, на которую я шла, уже вполне осознанно. И еще она вот, видишь, как ее спрашивают, она отвечает, такая искренняя очень. Не то, что там подумает, такая хитренькая. Скажите, а как вы считаете, ему зачем вот эта вот с вами дружба? Зачем? Чтобы меньше алимента платить? Или, опять же, для своего собственного удобства? Или к вам привык? Или хочет, чтобы были вот права старшей жены и младшей? Я думаю, что вы в какой-то момент действительно стали друзьями. Лер, вот сегодня, положа руку на сердце, ваши косяки, вот можете перечислить? Вот что случилось? Потому что в браке, в 17-летнем, четверо детей, конечно, виноват не только один гуленая. И вообще он даже, мы сейчас скажем, что и не виноват. Мои косяки, ну, в какой-то момент мне нужно было действительно понимать, что дети это дети, я как бы вот жена вот этого вот человека, у которого сейчас все пошло-пошло. И совсем, наверное, с детьми оставаться не стоит. Но у меня была как бы какая-то отягощенная ситуация, все-таки переезд, все свалилось в кучу. Второй ребенок, было сложно вот это вот. Я весь свой брак проходила в Игоревых семейных трусах и в его майке, пока однажды замученная. Я утром еще зубы не почистила, уже с пылесосом. Пока однажды закрученные волосы зубной щеткой, чтобы не лезли, знаешь, это вот это хлеб печи. Я, проходя мимо в зеркало, даже не смотрела, посмотрела на себя и сошла с ума. Думаю, это я еще ему отказываю. Часто, потому что устала. Думаю, вот это вот рожение, вот этому роскошному мужику еще и говорит, что голова болит, потому что твои детей хлеб пекла, а устала. Ну, мне им приплачивать надо. Я быстренько пришла в себя, как-то тогда купила какие-то домашние, красивые вещи. Потому что нет, мама любит с папой черенькую, понимаете, и серенькую, а муж должен любить прелестницу. Клевую. Поэтому, дорогая моя, сегодня, сколько лет вам? Боже мой, а сколько там было написано? 36. 36. Просто девочка. Молодая. Четверо детей. Это, конечно, большой геморрой, я вам хочу сказать честно. Прямо сегодня, ну да, шлейф, что, крестовская. Нужен мужчина, который будет сам по себе, который полюбит вот такую вот прекрасную Леру. Меня, да. Дома она красится, там вот так вот четко, скажем так, вот такие четкие движения. Всегда, да. Или вот она может дома ходить в таком рваном халате, в тапочках, не знаю, там, с... В велосипедках. Я вот тут про преданное-то. Во-первых, первый вопрос такой. Вы... Это вот что за странность такая? Вы очень всегда громко музыку включаете, громко смеетесь и танцуете в нижнем белье. Это вы где танцуете в нижнем? Рассказала. Это я рассказала, да, извини. Это я в пределах своей комнаты стараюсь не выносить, так сказать. А вот в общественных местах тоже хорошо было бы. Ну, в общественных местах старались бы. Было бы хорошо. Конечно. А если она одна не будет под громкую музыку в своем комде танцевать в нижнем белье, она сойдет с ума. Ну, с преданным, как говорится, там... Но нижнее белье есть у меня. Нет, да я не понимаю, я по... Если это красивое белье, что-то не показать, собственно говоря. Где же еще показывать-то его? Часательно. Все, становимся, Лера, девочкой. Потому что Мео Ферроу хороша была с короткой стрижкой в 25. Котик, поэтому... Хорошо, я учту. Клевые красные губы, реснички и прямо вот начинаем... Ну, можно я кеды хотя бы оставлю? Нет. Нет, да? Конечно. В 14 можно ходить в кроссовках. Под сороковник с четырьмя детьми нужно девочку. Нужно шпилечку, чулочек, то, что мужчина любит. Ну, милая, ну тогда сидите, воспитывайте детей дома. Все, согласна? Согласна? Наша фигурка, вон, какая хорошая. Я тоже хочу ходить. Я бы с такой фигурой ходила бы голая. Что ты предпочитаешь? Вот к 14... По энергетике женщине больше подходит юбка или платье. Это однозначно. Потому что тогда будут встречаться товарищи, а нам товарищ не нужен. Нам нужен муж. Возлюбленный любовник. Хорошо? А Василий что, смотрел его гороскоп, да? Да, он страшно ревнивый. Я могу сказать, что я его гороскоп смотрела еще несколько лет назад на одном из семинаров и приводила в пример, как удивительный мужчина, который выбивается из ряда вон. Потому что с его гороскопом он всегда должен был быть и соблазнительным для женщин, и соблазняющимся сам, скажем, на этих женщин. А кто он по гороскопу? Он стрелец, но у него очень мощная кучка планет Скорпионе, которые, в общем, таким мужчинам не дают жить личную жизнь спокойно никак. Вот обязательно все с какими-то перипетиями. И я приводила его как удивительный пример. Говорила, посмотрите, вот как-то он выбивает из общего ряда. Наверное, человек работает над собой. Наверное, человек как-то пытается идти к свету. И вот, и вот ведь вот. И вот ведь, да. Да, любимая, я, конечно же, на вашей стороне. Крестовский, если вы сейчас смотрите на нас, ну клевая, ну куда еще лучше. Притом, она будет и в 80 клевая, понимаете? Сменю я эти кеды, может быть. Сменит она и волосики отрасит, и не будет она уже такой хоть рыжей. А что, сейчас можно наращивать? И татуировки будет больше, и не будет больше делать, да? Девчонки, давайте уже знакомиться. Давайте, ну давайте. Ну надо обшаться, надо раз. Сейчас встречаются, разговаривают. Ну ужасно, не хотелось бы, конечно, еще один выстрел в спину для вас. Не хотелось бы. Прямо совсем не хотелось бы. А что, есть такая, да? Есть такая вероятность. Я боюсь, что вы через год-полтора можете сильно обжечься в отношениях и в еще одних отношениях. Но вы сейчас должны подойти к своей следующей личной жизни с английской поговоркой. Прежде чем найдешь принца, поцелуешь тысячу лягушек. Вот нацельтесь на это. Не говорю, что их будет тысяча, но давайте искать принца. И при этом не бояться рискнуть, если материал окажется пока лягушкой. Еще не до принца. Ну, что делать лягушки, их можно надувать. Главное искать. Потом, понимаете, к этой цепочке из тысячи лягушек к концу. Нужно прийти как-то, а надо с чего-то начинать. Я готова. Начнем? Да, думаю, да. С принцев. Все. Девчонки, собираемся, да, мужчин мучаем, прям задаем им вопросы самые, которые вас интересуют. Хорошо. Через несколько минут наша невеста встретится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Валерия. Встречайте первого жениха. Ох, волнительно, ты как волнительно. Привет, Валерия. Я Александр. Привет, Александр. Пою в рок-группе, люблю путешествовать. Наконец, хочу найти свое счастье. Александр, какие у тебя руки-то красивые. Спасибо. Об остальном за столом. Проходите. Александр, 30 лет, рок-музыкант. Гордится тем, что был удостоен чести играть на Олимпийских играх в Сочи. Предупреждает, что общается со всеми своими фанатами. Занимается серфингом и мечтает, сидя на пляже, играть на гитаре регги для любимой женщины. Александр признается, что очень влюбчивый. И у него еще не было серьезных отношений. Надеется, что Валерия разбудит в нем новые чувства. Это, наверное, пока не так много фанатов, поэтому со всеми общаетесь. Будет побольше, будете прятаться. Сидите. Спасибо. Ой, боже, Сань, живого, живого, места нету. О, ужас, ужас. Но еще будете добивать? Конечно. Там есть еще местечко. Лицо оставите? Слушай, ну их только немного, этих мест осталось совсем. Лицо доставлю, но остальное все как бы планирую заполнить более-менее. Санюк, а чего это? А что у вас под майк, ты можешь посмотреть? Так мы вон видели фотографии. Я не особо рассмотрела, поставили на фотографии. Пожалуйста. Тут у меня есть Супермен есть. Я могу вот... А не забуду мать родную... Нет, ну что. Число 13? Да. Ужас такой. Саш. О, нет, 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 нет. Что за КПСС? Звезды какие-то? Саш, вы прожили 30 лет и так ни разу не влюбились. Чего так? Да нет, я думаю, что любил. Это было в 16 лет. Но любовь же это такое чувство, что нельзя сказать, что ты можешь несколько раз там влюбить. Ты просто должен почувствовать один раз это и все. Я вот почувствовал это в 16 лет. И сколько отношений продолжались? Я думаю, два года примерно. Ну, то есть до 18. Да. Два уже не было. Скажите, а почему это не перешло во взрослые отношения? Ну, мы просто не хотели, как бы, не было желания. Нам было так хорошо вдвоем. Хорошо, ну а сейчас, послушайте, ну 30 лет, ну неужели никто не разбивал сердце? Я думаю, что разбила одна дама, Сандра Назич. Вот, это вокалистка одной группы, американской. И все. Четверо детей, а у него не одни серьезных отношения, что она что-то взбудоражит. На какой-то опять неопределенный срок взбудоражит, я думаю. Саш, а хочется вот одну на всю жизнь, чтобы все как у людей, дети, или вот эту боевую подругу, извините. Хочется друга прям, такого прям... Подожди, он ищет не отношения, а дружбу с женщиной. Скажите, вкусы должны совпадать или не обязательно? Нет, совершенно не обязательно. Да ему вообще ничего не надо. Ну, суть по призанам, которые он тут прилагает, скутер. То, что у него московская прописка и с мамой живет. А скутер, кстати, стокубовый. Это же не просто скутер, который вы подумали там. Что, кстати, не могу, извините, что я стокубовый-то, ну, конечно. Скажите, вам нравится Крестовский, Владимир, как музыкант? Я не знаю такого Владимира Крестовского. Кто его? Я не знаю. Слава Богу. Да, вас не пугает Валерия с четырьмя детьми и старше вас на шесть лет? Да нет. Если у вас будет своя семья, есть возможность жить отдельно? Или это для вас будет принципиально привезти в дом невестку для мамы? Вот ваша мама, что вам говорит сыночка? Все в дом, все в дом? Или не-не-не, ты пока один, Сань, ты со мной. А вот когда женишься, давайте, сам все зарабатывай. Но мы не обсуждали еще эту тему, потому что у меня не было серьезных отношений начнем с этого. Поэтому я не могу сказать. Подумайте, да, за такой женщиной приехать на скутере или на большой красивой машине, да, Саид? Это же, я думаю, что разные вещи. На большом красивом метро. А где вы жить вот будете? В Новогиреево, улица Саянская, дом 13. Квартира? Квартира 221. В-221, В-13, 221. Верочка, скажите, вы не боитесь вторые грабли? Они же могут и убить эти грабли. Могут. Скутер. Опять же, да? Конечно, да. Пугает. Но, может, человек-то вроде вот, ну, как бы. Во-первых, красавец. Ну, это вот, мужчинам такие вещи нельзя говорить. Да, хорошо, ладно, посмотри-ка, я даже об этом не думала. По-первых, хорошо, что урод. Вот сидит урод урод. Сразу вижу, огромный жирный плюс. Живанго, место, опять же, на нем нет. То есть, если вы не подберете, кому он 300 лет сдастся. Мне кажется, ну, он ей не нравится. Нет, не нравится. Уши рваны, посмотрите, да? Живет с мамой. Да, волосы уже все гидроперидом уже выжжены. Выжжены насквозь. Правильно. Николай говорит, что оставит только лицо от татуировок. То есть, все тоже ведь уже, все. Поэтому, если не вы, то, в общем-то, добрая женщина. Кому он еще сдался 300 лет? Усыновить его? А может быть, усыновить? Вот есть такая. Может быть, это мы решим после такого, как посмотрим на сюрприз. О, боже. Да, вот понравится сюрприз, будем усыновлять. Не понравится. И вскормить грудью. А может быть, вы приготовили сюрприз? Приготовил, конечно же. Тогда проходите, показывайте. Ой, боже, боже. Валерия, это для тебя. Друзья, подержите нас чуть-чуть. Обычный день. Она встает, пьет кофе. Куда ты идешь? А ты за ней смотришь в окно. Как она идет в метро. Я знаю сам, я был такой. Она украла твой покой. Она украла твой покой. И каждый день свет за ней. И каждый день. Как ты впечатлился? Ну, это интересно зачетно в гараже. Когда я был маленький, мне бы это понравилось. И каждый день. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Она где-то рядом. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О, вот они все в шортиках. Мальчики-зайчики. Ты для меня больше, чем жизнь, больше, чем чувства, больше, чем я, больше, чем я, Валерия. Спасибо, парни. Спасибо вам огромное. Круто. Проходите в свою комнату. Спасибо. Спасибо. Красавцы. Нормально, нормально. Вроде, ладно, как ты. Нормально. Это лучше, чем по телевизору, в любом случае. Да, вообще. Просто сразу, да? Вживую. Ну, что скажете? Ну, Надя, ну, что? Я считаю материал сырой. Сыроват, согласен. В смысле? По работе. Да, немножко нужный. 10-летний мальчик в коротких штанишках. Ну, я сегодня в солидных штанишках. Кстати, да. То есть в длинных шортах. Да, и там еще даже было трое. С мамой. Это плохой смысл. Он, кстати, делал женщины, я не знаю, почему он сказал. Потому что я сидела и ждала, что он про Анну Каринину расскажет. Вот он в анкете у себя написал. Идеал женщины. Потому что она свободолюбивая, духовно одаренная, умная и сильная женщина. Ну, я не готова сейчас. И надолго здесь не сдернулась. Да-да, не задержалась. Ну, я не готова сейчас, конечно, под пояс. Не факт, что он через 10 лет короткие штанишки поменяет на солидные брюки. Абсолютно нет. Но ему там хорошо, вот по ту сторону. Понимаете? Отлично. Может быть, их не тревожить. Может быть, пусть он себе фантазирует и любит вот каких-то мифических красавиц. Ему удобно, чтобы рядом не утруждать себя вот этой отдачей, чтобы любить и на это затрачиваться. Зачем? Им хорошо вместе, им хорошо вот так. Он не просто сырой. Он пацан. О, сэн. Это, между прочим, это комплимент, Саня. Пацан. Ты молод душой. Это самое главное. Ну, так, ёкнуло, нет, что-то? Ну, хороший же он все равно. Или дежавю и совсем не хочет. На уровне визуального удовольствия ёкнуло. Хороший. Что сказать? Ну, давайте, может быть... Давайте, Роза, а тебе как? Давайте всех посмотрим. Согласна со всеми? Я даже просто, ну, дитю-дитю. Я даже не стала спрашивать, есть ли у него три ключа. Да, но от квартиры понятно, что не своя мамина там. Нет, у него есть отвертка. У него есть три отвертки. Вскрывать мозг. Одна отвертка. Вскрывать чехол гитарный. Конечно. Но то, что громко играют они, я текст не услышу. Пусть играет, пусть играет. Пусть играет. Давайте их оставим в покое. Вася, а звезды что? Ну, да, зреет к 2021 году до брака. У него вообще в гороскопе Венеры, который управляет любовью, и Луна, который управляет браком, находятся в знаках ненавидящих друг друга, скажем так. То есть в ситуации любви ему будет не очень хотеться брака, а в браке чувства будут уходить всегда на задний план. Но эта ситуация немножко поправится вот через 8 лет. Долговато ждать. Я думаю, что вы сойдете с ума. До этого времени он фактически не будет готов к серьезным отношениям. Ну, а что говорить, если он... Слушай, а в роли любовника тоже, между прочим, такая терапия. Для Леры сегодня это не помешает. Ну, если только с этой точки зрения. Отвертка-то у него же есть. Конечно. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Встречайте второго жениха. Удачи. Спасибо. Валерия, я очень рад нашей встрече. Надеюсь, она будет яркой. Это цветы для вас. Спасибо. 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 Проходите. Саид. 39 лет. Врач-уролог. Любит активный отдых, путешествия и детей. Мечтает открыть собственную клинику. Предупреждает, что будущая избранница не сможет запретить ему есть жареную картошку. Бывшая жена Саида при 40 всегда грозила ему разводом и в итоге накликала беду. Надеется, что Валерия слов на ветер не бросает. Да, по-моему, вы не врач-уролог, а владелец цветочного магазина. Красота нереальная. Милые дамы, я хочу подарить вам цветы. Чуть не белый. То есть всех типа задобрил, знаешь, что ты всем подарил. Саид, а вы кто по национальности? Татарин. Вот скажи мне, пожалуйста, вот живет в себе татарская семья, рождается у них там ребенок. Ну понятно, что ты говоришь, что все татарки будут выпиливать мозг мужу, где деньги, мало денег, принеси еще. Но мы же и своих не бросают. А ваше просто провоцировало вас на то, чтобы вы развелись. Или как там дело было? На тот момент я действительно недостаточно обеспечивал себя и семью. Лариса, а потом, знаешь, с ними так тяжело жить с татариком. С которым не поспорят. Мягонький такой, домашний. Да, да, да. Жены, конечно, хотят, чтобы мужчины крутились, вертились. Не все могут. Или все-таки ваша была вина в том, что вы и не особо стрелились? Я думаю, что это была полностью моя вина. Надо сказать, что она все-таки долго... Была какая-то альтернатива. Я сначала спокойной, потом постепенно спокойствие исчезало. Ну и в один прекрасный момент исчезла. Ну вы бы сказали ей, любимая, но если ты хочешь, чтобы мы жили качественно лучше, какое-то время нужно потерпеть. Другого варианта нет. Я не могу украсть, я не могу убить. Александр, ну расскажи, женат. Друзьям понравилось-то Валерия или как? На самом деле, да, я что-то даже ёкнул. Прошел год, я работал в Красноярске. Надо сказать, я не добился успеха, не заработал на квартиру. То есть у меня не было, так сказать, того, на что я мог бы пригласить ее и сына. Она в принципе могла бы поехать, но не захотела. Так это же мило, очевидно было. В такой профессии ты за год захотел квартиру купить. Нет, дело даже не в профессии, а дело в том, что ее можно понять. Взять из налаженного быта с ребенка, уехать в быт, скажем, прям крайне уступленный, очень сложно. Это продолжалось длительно, несколько лет. Ну и кто предложил развестись? Это было мое решение. Ваше решение? То есть со стороны бывшей супруги были эмоциональные какие-то выпады, слова, но все-таки это было мое решение. И оно просто назрело. А надо жить, надо наслаждаться. Это вопрос ценностей. А вот за то время, честно, пока вы жили в Красноярске, у вас были отношения с кем-то? Ну, наверное, да. Наверное, были. А как вы оказались в Москве и когда вы? В Москву я приехал для самореализации. А серьезные отношения в Москве были? Были. Долго? Это продолжалось в течение трех лет. А значит, вы еще хотите ребенка? Ну а как же, конечно. Я хочу, да. Ну вот у нас четверо. Сразу. Да. У вас один, пять, два. Отлично. Общий, шестой. Нет, еще сайт хочет еще двоих. Но вы понимаете, что Лера вряд ли сейчас очень быстро решится еще с мужчиной, которого недавно знает, действительно нарожать еще детей. Нет, ну и можно просто свой детский класс открыть. Парту дома поставить. А вот это мне скажите, что это у вас за фантазия такая, вы хотите колхоз купить? Вы что там будете, коров лечить, что ли? Что это у вас? Это мечта просто? Мечта. Или серьезные какие-то намерения? Мечта, которые потом постепенно будут реальностью. А зачем вам колхоз? Мне так хочется. Они уже скучают вместе. В отношениях должен быть какой-то драйв. Драйв, драйв, драйв. Его здесь нет. Вообще, имея четверых детей и планируя еще, в семье врач, это уже, ребята, 80% большого счастья. Раз. Во-вторых, стоит, конечно, красавец, что там говорить. Потом мужчина, когда в белом халате, да молодой, да вот с таким лицом. Да. А мне еще кажется, что среди врачей-урологов должна наблюдаться повышенная верность, потому что они такого насмотрели в своей жизни, что уже им не захочет. Идти во все тяжкие. Есть такой момент. Мне даже на секунду показалось, что у меня какие-то урологические проблемы сейчас. А потом, вот если уж так по-честному, в этой ситуации, то я даже вас про имущество не спрашиваю это, потому что если вы пришли с четырьмя детьми к женщине, то, знаете, вы уже подарок. В большом счете. Правда, вас это не пугает? Вот серьезно. Меня это не пугает. Нормально, уже включает. Слушай, мне он нравится. Можно отдать его на растерзание, Валерия и Саня. То есть вот то, что у Леры такое количество татушек, вас это не смущает вообще? Ну, немного смущает, но после некоторых участников, мне кажется, у нее практически нет такого. Хорошо. Все нравится в вас. А сюрприз приготовили? Да. Покажете? Хотя после таких букетов, может, уже и было и сюрприз. Не покажите. Проходите. Вот они, люди с повышенной верностью. Да, и группа поддержки. Здравствуйте, преклоняюсь, мое сердце вам. Романтика шестидесятых. Да, да, да. Вот идет по свету человек-чудак, Сам себе печально улыбаясь, В голове его какой-нибудь пустяк, С сердцем видно, что-нибудь не так. Приходит время, С юга птицы прилетают, С юга-прикают стают. Это душераздирающее зрелище, ребят, честно. Я понимаю, конечно, вот, если ты врач, то ты лечи. Если ты певец, пой, пой. Время называется лизман. Молодцы! Браво! Низкий вам поклон. Саид, спасибо. Проходите сюда. Подожди, там еще есть. Ну, с ума сойти. Валерия, у меня для вас есть подарок. Я хочу, чтобы в вашем сердце всегда была весна. Еще и художник. Вот это да. Врач, шоколадка. Певец и шоколадный где он мастер. Как это приятно, подарки. Я надеюсь, это подлинник. Конечно, подлинник. Вот он. Красота. Да, Саид. Да. Повторю. Красиво. Спасибо. Это потрясающе. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное. Проходите в свою комнату, друзья мои. Мечты отбываются. Это же ванго. Саид. Какая красота. Маслом пахнет. Маслом пахнет. Ванго там пахнет. Настоящая. Да, не какая-то как положенная. Ну, ну, как. Рассказывай, рассказывай скорее. Волнительно. Это было волнительно. Нет, вообще супер, Саид. Ты молодец. Какой-то удивительный совершенно. И сюрприз. А столько цветов. Вы представляете, для доктора купить четыре таких букета. Вот для меня, например, это было бы уже очень такой удар по бюджету. Это накладно. Это ипотека для меня была бы чего-нибудь говорить. Это дорого. Нет, ну, серьезно, это дорого. Нет, я серьезно. Совершенно. Конечно. Вот если мужчина способен на такие поступки, а потом, представьте, то, что пришли его поддержать, его коллеги, то, о чем говорит. Значит, он хороший мужик. Да. Соглашусь. Какая она интересная. Какая она интересная. Она все-таки невеста супер. Невеста и красивая. Красотка. Уже хочется же какого-то классного. Спрятаться за кого-нибудь. Хочется. Или нет. Или вы не из этой породы. Настоящего. Хочется, настоящего. Вот тот, который будет вот с утра, вот какой он встал, ни игры никакой нет, не будет кидаться на вас, что вы там взяли телефон, не вовремя. Хочется. Хочется спрятаться за кого-нибудь, хочется. А тем более за кого-нибудь, кто держит в руках подруга. А мне кажется, что стоит не просто спрятаться можно. Вам-то не прятаться надо. Вам отогреваться надо. Вась, а звезды как вот? Может у Валерии случиться? Прям я как-то вот очень сердечно в историю Леры прониклась. Он того душевного склада мужчины, который вам может оказаться близким. Он, как ни странно, похож на вашего бывшего супруга. Если позволительно здесь будет упомянуть, чуть-чуть. В нем есть много обидчивости. Он очень ревнивый сам по себе. Он нетривиальный, глубокий. Это человек, с которым ты нечто сделаешь и никогда не поймешь, какую реакцию это вызовет. Но то есть, в общем, как мне кажется, внешнее вот это спокойствие не должно вас обмануть. Он интересный. И я думаю, что изучать его будет интересно, но это будет непросто. Ты ей понравился, 100%. Но у нас еще есть один жених. Еще один? Да, будете знакомиться? Буду. Тогда проходите. Пойду. Спасибо. Ну что, привет. Рыжая бестия. О, боже. Мизод Фаул Никольский. Поклоняйся мне. Пожалуйста. Поклоняйся мне, он сказал. Поклоняйся. Поклоняйся мне. И руку так, знаешь, целуй. Целуй мой перстень. Я хочу быть твоей игрушкой. По тебе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, как сразу. Сначала ты должна... АПЛОДИСМЕНТЫ Я чувствую эту энергетику. Свершилось таинство. Ты смотришь в систему. Прекрасно, прекрасно. Проходите. Иначе все. АПЛОДИСМЕНТЫ Это огонь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вэлл 30 лет. Певец и шоумен гордится тем, что он лучше, чем Роберт Паттисон. Коллекционирует ордена и качественные пакеты из магазина. Предупреждает, что ест в постели. Мечтает стать телеведущим. Вэлл за своей возлюбленной готов был хоть на край света, но она предпочла ему карьеру. Надеется, что Валерия создана для семьи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. А что вы там шептали, Лерия? И что за погремушку? И зачем вы ей подарили? Чтобы она вас так в случае чего? Или еще и с детства не вне? Я люблю, когда женщины играют со мной в опасные игры. Да вообще, несерьезно. Серьезная женщина и выйти с такими. Вэлл, это ваше имя или это псевдоним? Конечно же, это имя. Вэлл. Прям в паспорте? А папа американец или кто? Папа? Как сказал Женовский, папа юрист. Нет, ну если вы Вэлл Петрович Сосандульский, тогда я понимаю, понимаете? Вы любили барышню и готовы были мотаться за ней по всему свету. Расскажите вашу историю. История совершенно прозаична. Ну так получилось, что влюбился в модель. Просто банально шел в Питере по улице. Я ей сказал, ты будешь моей женой. А вы из Питера? Я учился в Питере в консерватории. Что вы говорите? Да, да. И, вы знаете, амбиции опять же, надо как-то реализоваться. И одна страна, другая. Окей, я пожил в Милане, я пожил в Шанхае. Меня затянула Москва. Я сказал, переезжаем в Москву. И я понял, что просто мотаться, уже просто трата энергии какая-то. Я должен реализоваться. В итоге мы разошлись. Ну вот, влюбился в модель. Неужели? Сколько надо вообще мозгов, чтобы влюбиться в модель? Вы, смотрите, вы ведь с ней были долго. Три года. Может быть, она ждала от вас просто предложения руки и сердца? Чего? Руки и сердца. Выйди за меня замуж. Тогда у нее было бы основание, зачем приезжать с вами в Москву. Потому что жена за мужем. У нее, наверное, тоже годы-то шли. И ей хотелось что-то более серьезное. 52. Вот, 52 года. Ей тоже уже хотелось. А вы моделью работаете, да? Работали? Я работал тоже. Зарабатывали там в Шанхае. Я приехал с ней, просто заодно ходил на кастинге. Как выяснилось, я тоже модель. Но вы ходили по языку-то? По языку? Вы про что сейчас? В смысле по языку? Ну, мы целовались. По подиуму. То есть у нас были близкие отношения. Естественно, мы ходили по подиуму. Нас это как-то связывало. Но я человек творческий. Что думаешь, я не серьезный, конечно же. Нет, нет, нет. Он для семьи вообще не готов. Для семьи не подготовлен. Да. А вы зачем кусаетесь, как собака? Это что такое у вас? Это байтинг. Это новое течение просто. Не, ну в каких ситуациях? Вы стоите в очереди? Ну, почему? Что жена должна ожидать? Я вам скажу, что был такой случай, я стою в клубе, вот уже в гардеробе, выхожу, подбегает какая-то фанатка, мне просто кусает, мне за руку такая гематома здесь была. Я говорю, зачем? И она не могла это объяснить. И мне кажется, я просто, я просто, видимо, подцепил этот какой-то вирус. Бывшая поверила. Если что не так. Хорошо. А вот это вот, у меня свекровь, когда уж прям совсем старенькая-старенькая, она вот пакеты полиэтиленовые собирала. Ну, я понимаю, она старая. А вы зачем пакеты собираете? Вы знаете... Аккуратно их складываете? Это что такое? Матюрный день рос. Раньше их я продавал по рынку, когда нужны были деньги. А сейчас их просто собирают, ну, и я их просто лопаю и сжигаю. С другой стороны, вот ты говоришь, по поводу пакетов всегда есть, куда выкинуть мусор, да, там... Да ты что это, мне кажется, как тот чебурашка, он не даст этот пакет. Ненамного старше вас Валерия. Выглядит не старше точно, потому что Лера выглядит прекрасно. А потом у нее такой тип лица, она и через 15 лет будет так живет. Да, я согласен. Да? Скажите, пожалуйста, а детки не смущают? Нет. Ой, как хорошо, как здорово. Ну, и женщина, которая... Четыре ребенка, еще четыре. Четыре воспитывающего. Я очень хочу видеть, честно. Мне тоже кажется. Вот, и почему бы не четыре, не пять, не шесть, не семь, не восемь. То есть еще хотите дополнительно, да? Да, почему бы и нет. И самое главное, что опыт, конечно. То есть вы хорошо зарабатываете? Конечно, конечно. На чебурашку-то хватило же. Но все-таки женщинам надо дарить цветы. Как минимум. Валерия сказала, что погремушечка. Погремушечка, да. Вообще-то серьезно обсуждается. Мне все нравится. Самое главное, что Валерия экстравагантная. Вот посмотрите, как она одета. Пожалуйста. В кроссовках. Давайте поаплодируем, потому что... Красивая, женственная, изящная. Оп! Крутая такая, драйвовая. То, что надо. Вот это, вот это изюменька. Мама не будет против... Женщины. Это престарелось четырьмя детьми. Ну, скажем так уже. Не скажем, не для того, что она росла. Нет, ну вы же знаете свою маму лучше, чем мы. Вы знаете, мама согласится с любым моим выбором. Это факт. Это уже проверено. Постоянно это девушки, которые не нравятся родителям. Вот я. Нравится нам парень, правда? Ну, хорошо. Понравится еще больше, если сюрприз посмотрим. Готовы? Удивите. Пожалуйста. Спасибо. Не, ну под гитару я могу спеть, как бы, в подъезде вообще. Своем там. Не, ну под гитару я могу спеть, как бы, в подъезде вообще. Не, ну под гитару я могу спеть, как бы, в подъезде вообще. Не, ну под гитару я могу спеть, как бы, в подъезде вообще. Тому виной твоего мозга головного фимос. Не вноси мне мозг, мозг, мне мозг не выноси. Ай, я тебя раздену, а потом одену, я южный и горячий человек. Не уноси мне мозг, а мозг. Отлично. Браво. Спасибо, спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, парни. Проходите, послушайте, что мы будем о вас говорить. Мне кажется, красавец. Слушай, я уже вижу, как открывается мой паспорт и там штамп. Ты победил. Мне очень понравился он. Он яркий, он понимает, для чего он яркий. Потому что, если бы пришел врач с такой внешностью, с бучебурашкой в кармане, было бы много вопросов. Он шоумен. Он молодой. Это профессия. Горячая. Что касается самостоятельности. Он будет зарабатывать и он не будет сидеть на вашей шее. Я абсолютно уверена, что каждый мужчина, который напрыгается вот там и наразвлекает, ему хочется прийти домой. И плюшек с чаем. И хочется чебурашек, понимаете? И чебурашек. Вы ему эти слова все предоставьте. Разница в возрасте, в принципе, незначительная. У вас огромный бонус. Ему нужна женщина, уже пустившая корни. Вот вы та самая. Ну вот честно мне скажи, она тебе нравится? Да, она в меня влюбилась уже давно. Ты посмотри на нее. У меня вопрос. Он пришел сюда действительно рассказать о себе? Или он пришел сюда все-таки для того, чтобы получить впечатление? Вэл, выходите на секундочку, к нам еще один вопросик есть. Редко мы вызываем, повторно. Розу Василиса очень беспокоит вопрос. Вы пришли сюда как шоумена или действительно хотите жениться и вам понравилось? Валерия, просто один вопрос. Я живу в стиле шоу. Вот, дорогие зрители, хотите мужчина, а не шоу. Так что на двое.тв. Вот там точно. Настоящее отношение. Это роскошный бродвейский мюзикл. То есть, никакого занудства. Сынок, иди уж, а. Все, тогда беру все свои слова обратно. Поэтому я... К сожалению, мюзиклы рано или поздно заканчиваются. Я готов что? Экспериментировать. Я готов восхищаться. И я редко это говорю женщинам. Я готов поклоняться. Спасибо. Готов восхищаться и поклоняться. Все? Проходите. Не за люди. Очень надо. Лера, Лера, Лера. Валерия, Лера. Я же люблю тебя. Надюш, кого вы советуете? Мне удивительно понравился Саид. Он мужик. То есть, он сможет сделать и ремонт, и за ним, как за каменной стеной. Он просто может сделать все. Он может все сделать. А вам кто понравился? Вы знаете, я вот как-то растерялась прямо. Наверное, вам понравился Александр. Александр мне понравился, действительно. Валерия, не слушай никого. Слушай свое сердце. Слушай свое сердце. Зачем? А-а-а. Если вы сегодня назло своему бывшему хотите отморозить уши во все тяжкие, это временно, просто как терапия. У каждого возраста свой кодекс. Клево было до 35 лет. Уже сейчас он хочет показать, что может дать мужика. Нормально с конструкцией все. Он вышел из образа. Вышел из образа. Пошел, прибил гвоздь. Пошел в другую. Ну ладно. Главное, что вы не зашли к нему с дрелью, и он не будет бояться, что вы ему выпилить мозг. С несущими балками все в порядке вроде здесь, да? Ну ладно. А-а-а. Смотрите. Лерочка. Ну мы же вот сейчас не рассматриваем, что я вот сейчас сразу пойду в ЗАГС же, да? Нет, конечно. Ну конечно же нет. Но всякое бывает. Прям вы вот... А можно двоих? Одного усыновить, а другой пусть ремонт делает. Да. Лерочка, проходите. Мы вас в любом случае поддержим туда, куда вы пришли. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Ирина, 43 года, номер 3469. Бухгалтер в консалтинговой компании. Шьет и вяжет одежду. Стрижет своих подруг и готовит изысканные блюда. Любит проводить время на природе и путешествовать. Ищет стройного и энергичного мужчину, который умеет зарабатывать. Илья, 36 лет, номер 3470. Профессиональный фотограф. Профессионально играет в бадминтон и катается на роликах. Познакомится со стильной темноволосой красавицей, которая станет для него не только любимой женщиной, но и верным другом. Мы не знаем, выйдет Валерия одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим. У нас есть пара Валерия и Вэл. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Лариса, говоря на вашем жаргоне, Альбертик, гонишь ты сейчас здесь сидишь? Да нет, я не гоню. Давай поженимся в новом формате, что нормально. Я с девушкой очень люблю. И так как я в такой ситуации, вы должны поддерживать меня обе. Давай мы потанцуем. У-у-у. 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 Я клевая. Потому что я посмотрела на этот ужас, который был до меня. Это толстая. У-у-у. 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 Субтитры подогнал «Симон»